Сергей Николаевич, нарпост. Я и преподаватель, и работаю. Бизнес не крупный, но зато такой высокотехнологичный и с искусственным интеллектом связанный. Я, как бы, знаете, хотел вот на какую проблему поговорить, да, что есть такой риск, он, как бы, не сказать, что там 60 процентов, 70 процентов, 30, да, что вот искусственный интеллект, он может все-таки начать развиваться революционным путем. Хотя, хотя, вот на всех конференциях, на которых я был по искусственным интеллекту, большие надежды возлагались на 18-й год. Вот. Был такой, сказан, челлендж, чтобы эти голосовые помощники, ну, в частности, Алиса, в декабре этого года, они стали интерактивными полностью. Вот такие планы были заданы. Мы можем констатировать, что революция не состоялась в 18-м году, и, скорее всего, революция ее в 19-м не будет и в 20-м, потому что вот на последней конференции, которая была по искусственному интеллекту, обсуждали те же вопросы, что и год назад. Вот. То есть, как бы, более того, в том проекте, в котором я участвовал, ну, это было просто практически потеря времени. Мы там участвовали в медицине, распознавании снимков. То есть, есть немного, знаете, история, может быть, как вот с биткоином. Какой-то, знаете, такой хайп, шумихи больше, чем на самом деле. Вот. Поэтому искусственный интеллект, я пока немного вот год назад был оптимистом, но сейчас, знаете, более такой скептик. Поэтому, возможно, возможно, и не понадобит вот, что мы сейчас обсуждаем, перестраивание экономики, цифровое, возможно, экономика, она сама справится. Вот. Здесь еще такое понятие, да, вот я хочу привести пример. Когда вот мы говорим, что вот искусственный интеллект, вот он может, например, там, ну, людей там без работы оставлять. Вот возьмем такой пример самый машины, который на автопилотах выпускается. Вот сегодня. Вот, если проходит конференция, допустим, в Лас-Веркесе когда собираются, или все разработчики самые-самые крутые, и вот у них у производителей спрашивают, ну, журналист, ну, когда этот автомобиль беспилотный появится? На что он отвечает? Вот как вы представляете себе, вот вы, через 50 лет, а как мы себе представляем? А вот как мы в фильмах видим, сели, вот и поехали. А вот как мы представляем? Вот они на рассказах, как они представляют. Разработка беспилотного автомобиля – это очень дорогая и сложная вещь. И никто сегодня в мире не делает просто беспилотный автомобиль. Его делают на заказ конкретной фирмы. А заказчики сегодня – это такси. То есть это подразделение Google, Uber, Яндекс, также вот у нас разработка, условно, автомобиль для такси. Так вот, говорят, сегодня стоит задача в крупных городах, в центре города, по выделенным полосам и только по центру. Вот это основной заработок всех таксопарков. И вот тут вы увидите в крупных городах ближайшие. Лет может 10-15 весь город. А вот чтобы межгород вот там на даче, это, говорит, 50 лет, никто не делает точнее бизнеса, это, говорит, и не надо. И вот здесь, скорее всего, вот так искусственный лет эволюционный будет развиваться. Но все-таки революция, она вот, ее можно ожидать. А революция, знаете, вот опять-таки, если так с специалистами общаться, вот когда вот революция пойдет. А как только вот голосовой помощник Алиса станет интерактивным полностью. Вы, наверное, все с ним общаетесь. И, наверное, если вот с ним какие-то примитивные вещи, знаете, как вот я говорю студентам, поругайтесь с Алисой, она ответит нормально. А вот умные вещи, она уже, во-первых, тормозит, там, задержка 5-7 секунд, и не в попад отвечает. Вот сегодня Алиса, это самое вот передовое, что в искусственном интеллекте. Вот все технологии они там сосредоточены. Вот как только вот она станет интерактивной, вот тогда революция, она возможна. А и здесь, опять-таки, в Штатах, в Англии активно обсуждается, а что делать, если революция произойдет в искусственном интеллекте? Ну, те же же беспилотные автомобили, все-таки вот у них будет прорыв, и что делать вот с людьми, которые окажутся без работы? И здесь, опять-таки, вот от юристов выступали люди и говорили, вот у юристов нет проблем. Вот он как говорит, вот я юрист, мы просто смеемся над искусственным интеллектом, что там, когда, когда юриспретенция есть, она и будет. А здесь риск вот с какой стороны заходит, вот когда заканчивается выпуск юристов. Ведь там только настоящих юристов, лунных, человек 20. 80% около юристов, которые идут, там, знаете, бумажки перекладывать, помогать юриспретенции. Вот по ним удар будет. Вот будет удар по ним. Потому что сегодня уже юрист хороший, а он уже вот раньше там, бумажки там кто-то подготовил заявление, а вот это уже как раз можно при помощи сервиса. То есть удар будет вот этим не бухгалтерам, а около бухгалтерам. То есть не финансистам, а около. То есть, знаете, вот эта масса, которая вот она не совсем профессионал, но они все время где-то рядом участвовали. Вот по ним удар идет и будет идти. Например, если сегодня молодежь оканчивает по банковской специальности сферы, ну, проведите опрос, куда вы устроились, в банке легко или нет. То есть как-то было 10 лет назад из наркоза выходили просто в банке на ура. И сейчас выходит, а работы-то нету. Сбербанк-то прием сократил. ВТП практически мораторий наложил на прием новых сотрудников. Сотрудники там работают сокращение каждый год по 10. Грех только отчитывается, чтобы там 5-10% сократили. А ведь у нас получается эти банки, это одна из последних таких возможностей людей без каких-то связей быть средним классом. Вот, то есть когда зарплата чуть выше рыночной, то есть вот ударом где идет. И в Штатах тоже бьют тревогу, когда у них активно компании, грузовики делают эти вот автопилоты. Но пока тоже не в снежных таких сложных ситуациях, а это там в пустынях. Бьют тревогу почему? Потому что в Штатах 4 миллиона дальнобойщиков – это последний средний класс без высшего образования. То есть если вот это внедрить в систему, конечно, работа останется с дальнобойщиком. Но только вот сложные условия и дешево будут стоить. А как говорится, вот эта вот основная часть легкая, как у сам дальнобойщиков, потому что по пустыне легче проехать, чем там где-то в снег там ехать. Вот это искусственный интеллект заберет. Вот с интеллектом он будет вот так вот подъедать, 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 подъедать. Вот это риск, конечно, есть. И вот вопрос. Готовлю нашу экономику новые рабочие места нам дать. Если вот все-таки на счет революционного, так вот поджимай. И здесь вот мое такое мнение – вся надежда на виртуальные рабочие места. Вот. То есть сегодня звучат такие идеи, что нужно активнее, знаете, развивать эти все вот так сегодня онлайн-игры. Вот. И скорее всего, сегодня, когда онлайн-игра выпускается как бизнес-проект, то есть там игроки сами платят деньги, или им реклама показывается, то скорее всего, возможно, в тот момент, когда государство финансирует такие проекты и платится людям, которые там, куда играют. То есть, по сути дела, знаете, некий аналог выпускает по судьбе, по безработице, но за счет того, что ты 8 или 10 часов сидишь за компьютером. То есть тебе будет платиться там за какие-то лайки, ставки, за написание отзывов. То есть здесь, с точки зрения государства, возможно, стоит провести какой-то эксперимент или по созданию какой-то игры, то есть когда людям платится какая-то небольшая сумма, что вот он, по сути дела, сколько-то часов там, 8-10 проводит. Вот если он какой-то экономик вот такой развивает, то он спокойно может себя поглотить вот все, что вот реальный сектор и себя вот по валейку будет выдавливать. Вот. Ну вот, такие вот соображения.